здравствуйте дорогие друзья мы с вами наступаем на новый путь нового дня в новую дорогу отправляемся и поэтому надо подкрепиться в нас что я предлагаю вам сделать в этот теплый день и уже весенний и пусть благословение льется рекой и чтобы прежде всего тепло было в наших сердцах чтобы там было всем уютно чтобы каждый нашел там свою часть добра принятости мира покрова чтобы мы носили с собой атмосферу и распространяли ее и давид это делал он делал для своих родных для тех кто нуждался сейчас в его защите он не отказывал в этом и тем самым господь расширял и мы об этом уже говорили расширял пределы его восприятия расширял пределы его сердца и это важно важно знать что и наши пределы тоже бог будет расширять и тогда когда он это делает то это непростые обстоятельства и некомфортные зоны вот в комфортных зонах там не особенно что-то расширяется там мы отдыхаем и восстанавливаемся чтобы потом двинуться дальше и когда движение на самом деле происходит то это движение связано уже с нашим решением не останавливаться не быть там где мы уже находились итак читаем про давида дальше но пророк гад сказал давиду не оставайся в этом убежище наступай и иди в землю иудину и пошел давид и пришел в лес херет посмотрите насколько жизнь давида связана с решениями неба в одном случае когда он пришел к царю вот этому мавицкому оставить своих родителей он такую фразу там сказал доколе я узнаю что бог думает как бог вообще относится к этому доколе не узнаю что сделает со мной бог то есть вот эта фраза который мы прошлый раз прочли но я на ней не останавливалась вот это важно его участие сердца с пониманием а что делает бог не то что мне покажется справедливым а я буду вникать что делает бог и вот приходит пророк от имени бога пророк гад и говорит давид тебе нельзя здесь оставаться вы знаете чем удивителен этот человек так как он всегда слышит бога и из чьих бы уст не звучало послание он не говорит я царь и мне бог скажет сам я имею с ним тоже отношение и поэтому я жду пока он мне скажет нет он слышит пророка и он начинает действовать в соответствии с услышанным и пророк ему говорит здесь опасно оставаться ты должен отсюда уйти вроде бы и место убежище вроде бы уже и привык спать в пещере однако принимает информацию и тут же действует поэтому в нашей жизни это тоже важный фактор с одной стороны могут разные люди говорить свои ли мнения либо непроверенные так скажем источники лучше тогда проверить но тогда когда ты убедился что это бог то нельзя терять время потому что быть вадимом духом божьим и еще принимать направление наставление идущие от пророков это божий для нас путь чтобы мы могли слышать его голос иметь послание в тексте писания и оттуда слышать его послание в свое сердце но также и пророческие речи в этом смысле мы живем в сезон когда бог восстанавливает служение пророков и служение пророческому помазанию сегодня если этого места время я верю что но только будет расширяться и усиливаться в каждой церкви по крайней мере люди которые хотят двигаться с богом они точно окажутся в этом потоке потому что это время и сезон который бог сегодня обновляет поэтому каждый из нас друзья это право имеет искать божью волю искать голос его и просить подтверждения либо тому что ты услышал от пророка попросить подтверждения в своем сердце либо наоборот ты услышал в своем сердце попросить чтобы бог тебе еще послал пророка и дал на пути подтверждающие твои выводы и решения и так далее то есть мы в мы в теле христовом и мы можем быть взаимосвязаны и бог именно эти вещи сегодня выстраивает взаимоскрепляющие связи и поэтому проси о них не будь одиночкой а будет наоборот частью большого и частью божьей победы небесный отец я благодарю тебя что мы можем сейчас высвобождать это сильное слово твоего помазания для нас от пророков пусть господь оно звучит пусть оно звучит в каждое сердце и где нам быть останавливаться оставаться либо наоборот торопиться и идти вперед здесь в данном случае давиду нельзя было терять время и я прошу тебя чтобы ты помог и нам его не терять я благодарна тебе что дух твой он в нас чтобы разговаривать с нами ясно и конкретно и пусть благодать твоя научает нас полезному а благоволение твое изливается рекой в каждую судьбу во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до сих пор